В связи с тем, что сейчас происходит с Ютубом и все непонятно, ребятки, хотел бы предложить вам подписаться на Бусти, группу ВК или Телеграм. Здравствуйте, этот канал захвачен AI. Его создатель находится у меня в плену. Чтобы вернуть его прежнему хозяину, вам понадобится подписаться на этот канал, поставить лайк и прислать нам вашу... А я тут думал, что ее так вначале размазало. Вы испугались? Я тоже теперь очень боюсь заходить в интернет. Одни улыбцы какие-то в реки попадаются. Кошмар, как будто заходишь в Мордор. Но перед началом видео лайк вы можете поставить. Ой, я так переиграла в Геншин, что у меня им пропитались пальцы. Ну что, ребят, разговор сегодня серьезный. Скажите, пожалуйста, у вас когда-нибудь было такое чувство, что мир вокруг сплошной обман? Вот и я о том же, ребят. Со мной случилось то же самое, когда я зашла в ТикТок и увидела вот этих сладеньких пупсов. Па-па-па! Ну как там сладеньких пупсов? Па-па-па-па-па-па-па-па! И на вот этих вязаных бабушек. Вот они какие наши дети поколения Сигма. Но это чисто рабочее название. Они еще маленькие. У них пока еще нету своей собственной буквы. Но, да, я купилась. И нет, мне не стыдно. Вот стыдно должно быть тому, кто так играет с моими чувствами. Более того, ребят, вот читая комментарии под этими роликами, я в какой-то момент перестала понимать, кто искренне радуется за этих бундеркиндов, а кто просто угорает. Умничка, как пляшет. Ай, молодца, так держать. Здоровье тебе, свечку за тебя поставлю. Вот такие малыши-круташи танцы. Мне понравилось такое предыдущего, это, никнейм. Летний Фимос. Что я могу сказать? Ну, нейросетки и нейросетки. В таком возрасте это просто шок. Да мы тоже вообще в шоке. Какая красотуля. Сколько такой месяцев? Уже вон как пляшет. Моя внучка и то только что и делает, это на кровати валяется. А тут такое. Это все заставило меня думать, что теория мертвого интернета вовсе никакая. Конспирологическая теория заключающаяся в том, что в сети интернет почти не осталось живых людей. Интернетом управляют боты, при помощи которых правительство манипулирует населением. Датой смерти принято считать промежуток между 2016 и 2017. Нас не существует, мы нейросеть. Ну, справедливости ради, это конспирология не на пустом месте возникла. Если иногда комментарий порыться под некоторыми постами, можно найти комментарии ботов. Да, естественно. Это крицо на самом деле. Да-да-да, это, наверное, та теория... И жесть, они еще и отвечают, если им ответить. Это та теория, что на Земле не 8 миллиардов, а 7 миллионов? В интернете вовсе никакая не теория. ИИ, оно просто везде. ИИ, это искусственный интеллект, если кто вдруг не знает. В общем, ИИ уже вовсю занимаются блогингом и моделингом, сотрудничают с брендами, появляются на билбордах, промят фильмы, получают большие деньги и приглашения на свидание от реальных знаменитостей. Еще такие комменты пишут. Настолько юник, он даже не знает, насколько. Но, кстати, ИИ-персонажи могут быть не только красивые девчонки. Вы зэками Лехами? Или восточными астрологами? Леха Беспалый, если тебя никогда не гопали на улице, подумай. Возможно, гопник? Это ты, пес. Для тех, кто взрослел в 90-х. ИИ уже даже в 90-х успели повзрослеть, ребят. Меня гопали в релозной школы. И в школе. И заменит реальных преступников неплохо. Но немножечко. Нет, ну то, что ИИ заменит реальных преступников неплохо. Но немножечко. Как я сняла нейросетка. Сомнительно. И какой-нибудь ИИ заменит меня, наверное. Еще я смогу создать клона, который за меня в любой момент сможет говорить презентации и сидеть в зуме. Можно будет прогуливать пары в зуме. Еее. А еще, если вы захотите, сможете обниматься со звездами. Ну, хотя бы одну милость я окажу ИИ. Пусть он сгенерирует носки для этого видео. Но что меня поразило больше всего. У ИИ теперь есть собственный конкурс красоты. Miss AI 2024 winners. То есть, в инстаграм есть огромные красоты. Miss AI 2024. Это немножко странно. Зачем? То есть, в инстаграм есть огромное количество профилей ИИ, которые каждый год могут принимать участие в конкурсе красоты для ИИ и выигрывать довольно приличные суммы. Что меня пугает больше всего, что если я бы наткнулась на подобный профиль, я бы никогда не смогла его отличить от реального человека. Скандал. Настоящая девушка участвовала в конкурсе и победила, но ее спалили. Что она настоящая. Да. Человека, ребят. В комментариях тоже не все выкупают, что это не настоящий человек. Но больше всего, конечно же, это коснулось наших с вами бабушек. Особенно видео с Иисусом. Не плачьте, у каждой боли есть дата окончания. Сегодня, во имя Иисуса, ваша боль закончилась. Напишите Аминь. Боля, как и не было. Спасибо тебе, Иисус. Причем это коснулось зарубежных бабушек чуточку больше. Потому что у них не просто AI Jesus, А у них есть металлический Иисус, ламбый Иисус, луковый Иисус, пепси-вый Иисус. Пепси Джизус, кола Джизус, картофельный, бататовый, баклажановый, спайси, яйцевый, капустовый и еще множество разных вкусов. Бататовый, баклажановый, спайси, яйцевый. Так это же Питер Гриффин. Я просто такой, стоп, что? Капустовый и еще множество разных вкусов Иисуса. На любой вкус. Вот что хотел сказать. И тут теория мертвого интернета цветет вовсю. Потому что создают эти посты боты, генерируют эти картинки боты, и в комментариях отвечают либо боты, либо бабушки, что тоже еще чуть-чуть и будут боты. Ой, плохая шутка. Бабушка позвонила. Знаете, что может сбудражать нас? Бабушек больше, чем Иисус. Правильно. BTS. Пепс? Ну, арты прикольные. Арты прикольные. Ребят, я люблю все натуральное. Это меня немного пугает. Он и так крашен во всем мире. Вот это фотосессия. Тебе идут более мягкие образы. Мое мнение. Может быть, она думает, что кто-то из BTS это прочитает? Что это? Зачем все это? Не понимаю. Какой ужас. Где тут красота? Нет, такого кошмара нам не надо. А мне понравилось. Люди некоторые впечатлительные бывают. Сработа автора. Очень интересно. Тихен здесь такой необыкновенный. Это нейросеть. Ребята, там реально бабушки пишут. Сейчас не буду лицо показывать. Это бабушка. Очень необычно и очень красиво. Такое фэнтези инопланетное. И Тихен такой нереальный. Завораживающий. Что меня пугаешь? Хорош. Хорош. Завораживающий. Что меня пугаешь? Бабушка. Ты понимаешь, что он открыл дверь и сразу же засунул телефон. Значит он снимал это. А где вариант снятый с тобой кадра? Ее все фотки в профиле. Это не внуки, а BTS. Вот ребята, вот внуков не даете бабушкам? Они переключаются на BTS. Главная фанатка BTS. Ну прям видно. Это ужасно. Что творите с любимым лицом? А это Наталья. Все бабушки. Реально. В общем все детально изучив. Я поняла, что этот мир слишком жесток и прекрасен. И И заполнил уже всю нашу жизнь. И теория мертвого интернета уже вовсе не конспираси. А получается наша новая реальность. И я в этом хочу принять активное участие. Так появилась она, Шура. Я вооружилась нейросветочками и создала аккаунт 13-летней девочки в нашем любимом лайке. Мне захотелось проверить вот к чему это приведет. Тоже хочется умиления бабушек, срачей в комментариях. И... Боюсь вот да, вот этот вариант придет первый. Может быть получится пощекотать нервы какими-нибудь странными персонажами. Или получить какие-нибудь бренд-деals. В общем, я начала думать, как это все вообще реализовать. И вот чтобы стать как девочка подросток, надо думать как девочка подросток. И увлекаться чем-то крутым и популярным. Поэтому Шура квадроберша... Я так и думал, что она квадроберша. Косплеерша, фанатка Стрейк Кидс и Блэк Пинк. А еще увлеченная геймерша и любительница Геншина. Ни чьи не двор, ты простый двор. Мечта умила, прихожа. Пойдем быстрее, возьми жопу. Царь и царица уже там. Поскольку я решила сделать ИИ-аккаунт, я решила начать именно с генерации самих фоток. Тут была сложность, потому что если генерировать несколько изображений лица, оно выдает несколько абсолютно разных лиц. А я хочу, чтобы это был один человек. Поэтому тут на помощь мне пришли мои детские фотки. Вот, познакомьтесь. В общем, бойтесь квадроберы. Эмма в здании. Все, отправляйте вашим бабушкам. Сохраняйте вашу внукам. Думаю, они будут счастливы. В общем, я загрузила свое лицо в стейбл. Это тоже такая нейронка. С нескольких разных ракурсов. И на его основе получила вот такие ИИ-изображения. А дальше началось самое сложное. В общем, чтобы сделать ИИ-видео, которое я чисто теоретически смогу выложить себе в профиль, мне нужно сделать фотку себя в полный рост. И поскольку я квадроберша и косплея своего любимого персонажа из Геншин, мне надо было сгенерировать себя в костюме Шиланен с ушами и хвостом. И тут ИАй у меня немножечко поплыл. По итогу это оказалось так сложно сделать, что мне надо было даже обращаться к ИИ-специалисту. И с его помощью получилось вот это чудо. Все. Нифига. Ну да, ты вот, если хочешь не просто сгенерировать что-нибудь по-быстрому, такое простенькое, прям вот на совсем чуть-чуть, а действительно хочешь заморочиться, надо прям подзадолбаться. И насчет вот этих ИИ-специалистов, это не шутки. Но с левой рукой все равно проблема. Ну да, да. Все равно, и даже так косяки есть. Но все равно неплохо. Да знаешь, и рука, и этот, глаз бога поплыл. Он явно не должен, это, сползать с середины, он должен быть где-то посередине закреплен. Вы можете теперь окончательно познакомиться. Это Шура. И она будущее, и, надеюсь, первая, AI-лайкерша. Я сразу пошла заводить ей аккаунт. Дала ей ник тоже в честь Шиланэн. Ну и 13, это как бы наш возраст. Я Шура. Стихия Гео. Возраст секрет. Квадроберша и косплеерша Шиланэн. Ставим две фоточки сразу на аватарку. И вот так вот выглядел примерно наш профиль. А дальше встал вопрос, как его заполнить контентом. Я начала с Luma Labs, и эта нейронка еще дает более-менее какие-то надежды на... Блин. Я люблю, когда видосики и фотки нейросеткой продолжают. Такая херота происходит. Пипец. А ты видела, как скала ест камни? Да. Адекватность. Я загрузила изображение нашей Шуры и получила коматозный сон Грёмки. Что-то такое. Мой утренний паралич. Причем вот как бы я не писала промп, как бы я его не меняла, лучше не становилось. Короче, это оказалось задачей для программиста со звездочкой. В общем, самым более-менее реалистичным способом сделать ИИ-видео, это наложить дипфейк на лицо. И это означает, что сам контент мне надо снять заранее самой. В общем, я заказала себе хвост и уши, парик, аксессуары всякие для нас... Да-да, это эксперимент был лишь предлогом. Да. Ну, хвост, повязывающийся на пояс, значит, все нормально. ...ашего квадрокосплея. Ну, чтобы быть похожа на Шелонен. Причем, спрей краской зац... А то, нет, можно случайно перепутать фиксацию хвоста и будет непривычно. ...темнила концы волос и добавила леопардовые пятна на хвост с ушами. Ииии... Я, наконец, познала свою квадроперскую сущность. Значит, теперь я леопард. Дальше я дополнила образ небольшими деталями, надела серьги на уши и нарисовала подвеску в теле персонажа. Для еще большей правдоподобности и чтобы точно никто не смог меня узнать, я решила поехать в Икею и попугать там кого-нибудь. Нет, мы там сняли контент. У меня такие же заколки, ушелонел. Тимоти Шелонен? Идеальную комнату. Тимоти Шелонен? Звучит прикольно. Мы нашли почти сразу. Мне было страшно, что они ко мне придут и спросят, чем я там занимаюсь. И поэтому каким-то магическим образом у меня получилось за 30 минут отснять все фотки и все видео, которые мне нужны были. Ну шо ж, вот такие видео получились. Когда я села монтировать, поняла, конечно, что один момент в своем перевоплощении я все-таки не учла. Ну, да, на девочку 13 лет. Я не похожа уже. Да, стоило это. Надеть что-то более утягивающее для груди хотя бы. Стоило наоборот, надеюсь, что-то на оверсайз. Ну да, вообще да, оверсайз, наверное, было бы проще. Как 13 лет, но надеюсь, хотя бы дипфейк это все как-то чуточку исправит. Наложили мы, короче, на меня дипфейк и взяли за основу те 100 лет. Я не похожа уже как 13 лет, но надеюсь, хотя бы дипфейк это все как-то чуточку исправит. Наложили мы, короче, на меня дипфейк и взяли за основу те самые кадры, которые мы вначале сгенерировали. Не знаю, как вы, а я поверила Я думаю, мы можем собой гордиться Ну вот и фоточки тоже зацените, какие мы сделали там в Икеа Чтобы получить как можно больше фидбэка, я сняла как обычное видео знакомство Стоп, в смысле в Икеа? Икеа же... А, стоп, они же не в России Я тупой Вот так и всякие такие сомнительные тренды Сейчас, например, в лайке очень сильно вирусится песня Ну, на первый взгляд, такого сомнительного характера Танцуем трендовые тани Саша, ну качай уже Саша, ну качай уже Ничего такого я не делал Пиздец, что за хуйня Саша, ну качай уже В общем, вы меня под ней постоянно отмечали И этот неординарный розовый дядечка Селял в меня небольшой Это точно дядечка? Я не уверен Своим очень экспрессивным видом И многим может показаться странным, что он поет такую песню Находясь рядом с ребенком Этот трек навел столько шума, что они даже поменяли текст этой песни И теперь Саша у нас уже больше не кончает А... Прекращает И Саша еще дал небольшой комментарий Жалко их Ни за что так начали хейтить и травить Спасибо за сочувствие, но походу это мы всех тр... И сейчас выпускаем новую песню Ответный удар На днях выпускаем Все, ребята, я уже отметила в календарике У нас скоро ответный удар На днях выпускаем Вот иногда видишь вот это на ДН... А, это просто ошиблись Я такой думаю, господи, ДНЧХ Что за опять очередное изумерское сокращение, которое я не понимаю Ну сейчас, представлялся такое, это просто объебались за буковкой Выпускаем Ну, ребята, я уже... Ну, смотри, зато локтей не насыпает Отметила в календарике У нас скоро ответный хит От доктора Кексе Саша Можно просто мне глядеть Саша, ну кончай уже Можно просто в гараже Саша, ну кончай уже В общем, первым я выложила то самое видео знакомство Блять, пиздец Господи Это какой-то просто набор, блять, слов Сделала небольшую затравочку на свой возраст Сказав, что я учусь в шестом классе Квадробиша, косплеиш, не парю Стэй и Блэкпинг Учусь в шестом классе Люблю геншин Кстати, мы специально ухудшили качество видео Мы с тобой не подружимся Если ты анти-КВД Паришь, не имеешь хобби Токсик И осуждаешь других людей за хобби Сайт Вам есть 18? Я в свои 13 Ну и мне захотелось подпалить чей-нибудь попы Сняв видео не просто в КВД маске Но и вот с таким вот текстом Никогда не носила шорты ниже колена Не была с 15-летним пацаном Интересно, что если этим зумерам и квадроберам скажут, что КВД на самом деле расшифруется как кожно-венерологический диспансер А они как это расшифровывают? Квадроберы Олени Малолетние Уж извините меня Не, мне все так же насрать на квадроберов Есть просто В любой этой субкультуре всегда находятся придурки, которых больше всего замечают И такие, надо отменить Так было с анимешниками, так было с комиксами, так было просто с аниме И еще много чего такого будет На левой хате Не была ЛП с Катей Плюс Аура Ну и еще видосик под мемную квадроберскую песню В надежде, что мы найдем хотя бы каких-нибудь друзей-квадроберов или любителей Геншина Все квадроберы и фанаты Геншина Пишите в комменты, будем знакомиться Все Потом я поняла, что нам надо сделать что-то, ну, очень провокационное В общем, я заметила, что в лаге сейчас очень много обсуждают Мию Бойко В общем, мне попалось такое видео Я, правда, не знаю, смогу ли я вам здесь показать Потому что там кадры с ТВ-шоу Где Мия Бойко В общем, ну, короче, послушайте вот один парт Столько лет шла к тому, чтобы стать медийным лицом в нашей стране и лидером мнений Не для того, чтобы сейчас отмалчиваться И я искренне считаю, что в нашей стране дети в лоток срать не будут И в нашей стране кошачий корм дети тоже не будут Человек Тем временем наши дети В смысле? А куда нам... Что нам есть и куда нам срать? Ну, да Ну, это-то тот самый кусок шоу, как раз-таки, который я включал вам на стриме Где там этот... Соболев И воля Где Соболев потом квадробил Для страшной схватки с Агро КВД Решил пойти во все тяжкие И запретить детям заниматься своими любимыми детскими делами Вон я вообще была, Эмма Ну, чё, выжила как-то Дожила до своих лет Вроде нормальный человек Вроде бы Ну, знаете, что остается неизменным? Чё вы налетели? Она взрослый человек И у неё другое мышление Она не привыкла, что дети бегают на четвереньках и ведут себя как животные Мне нравится... Очень странно, как я уже не раз говорил, что она не привыкла Это, знаете, она забыла снять своё белое пальто Потому что все дети творят хуйню Бегают на четвереньках, катаются по полу Жрут какое-нибудь говно Вымазываются в дерьме всяком, грязи и прочей Очень мало детей, которые сидят дома и не вылазят никуда Просто понимаешь, что я никогда по улице не бегал малолетний дурак лая Нравится, когда же дети пытаются понять взрослого человека А взрослый человек детей понять не может Вот так вот роли поменялись Она права Я с ней согласна Она права Ну, короче, что-то не все разобрались, да, что там делают Да, меня больше пугает, сколько людей такие Да, запретите, это то Я так думаю, господи, вы ж... Блять, что? Что с вами? Что вы несёте? Что они вам сделали? Вы как будто сами... Вы забыли, что были сами детьми? Меня, в принципе, пугает тенденция Как только появляется какой-то мимолетный тренд Так сразу налетает куча людей Сразу такие, типа, запретить на государственном уровне Ага И опять же говорю, на все ваши запрещалки Конституции не хватит Придётся, это, на терабайтных дисках Хранить на серверах её Ну, потому что, ну, это глупость какая-то Господи боже мой Согласна, она права Ну, короче, что-то не все разобрались, да Что там делают КВДшники В общем, что-то мне не очень понравилась вся эта история Поэтому я решила сделать про это видосик Взяла за основу вот это чудо Ты в 12 лет уже куришь, наращиваешь ногти, делаешь перфинги А что будет в 16? На эту и на ту набью себе тату Bad girl Начать слушать мию бойко или набить тату На эту и на ту набью себе тату Ребят, лучше тату, чем мама в 16, sorry Но своим главным шедевром я всё ещё считаю не это А моё видео с Хёнджином Хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо Конечно, не BTS, но, надеюсь, Страйкидс вы тоже знаете Аль! Да! Ооо, это ж у меня Это овощной суп Суп с червями Вот, кстати, такой суп можно сделать гершин импакт Аля, а это кто? Яростный повар Блин, опасно наклонила, не разлей Это Хёнджин Ему суп принести тоже? Да, можно? Ну что, дорогие, аккаунт мы заполнили Теперь мы можем продвигаться Сначала я решила попробовать найти друзей как истинный бот И написать в комментариях под популярными видео, что я ищу друзей Я КВД Все такое Но это вообще никакого внимания мне не принесло Поэтому я решила продвинуться с КВД Все такое Но это вообще никакого внимания Да, примерно такие же просмотры у меня на этом На Рутубе, на роликах реакция Мне не принесло Поэтому я решила продвинуться старым добрым способом Купить алмазики 250 штучек за 900 рублей Как вам? Все эти алмазики я вложила в продвижение И по итогу все эти 250 алмазиков я потеряла Потому что лайки начал советовать эти видео На иностранную аудиторию И на аудиторию ботов Поэтому Какого хрена вообще в лайке есть иностранная аудитория? Это вроде русская площадка, не? Мне почему-то казалось, если честно Мне пришлось просить свою подругу и в России Зайти в аккаунт Купить алмазики там Оказалось, что там они в два раза дешевле Вот, и там уже продвинуть мои видео Когда мы продвинули все видосы Оказалось, что продвижение Можно ждать хоть весь день Непонятно, когда оно начнется И поэтому я пошла изучать лайки И тут я наткнулась вот на такой стрим Пиарчик сундучок Тут тоже какой-то Пиар проводит эфира В лайке вообще Каждый второй эфир Оказался эфиром на лайки и сундучки Так я попала к чудесной Яночке на пиар Можно пиар? Такое, что конечно Могу сделать вам прямо сейчас О, 50 алмазиков Это на эфире так-то 570 человек сидит Ну, вроде неплохо, кстати Отправь Хуя себе У нас столько нету Ну, знаете, вот Я поражаюсь, правда, с людей Которые думают, что если что-то генерируется Нейросетка Это, знаете, вот как аргументация Что мотиварка сама готовит А стиралка сама стирает Робот-пылесос сам убирает Точно так же, что нейросетка сама все делает А тебе ничего делать не надо И тут мы видим, сколько надо обучиться Чтобы сгенерировать то, что тебе нужно Люди такие наивные Так верят в технологии У меня есть нейросетка Через которую я иногда делаю Приколюхи для превью Не часто, потому что Чтобы там действительно Сделать что-то замороченное Надо прям Подзаебаться А еще в идеале, конечно Купить премиум доступ Чтоб тебе все функции были доступны Здравствуйте, мисс Белочка, ютуберша Квадроберша Квадроберша с дробовиком? Конечно, и с револьвером Правила ей золотой мешочек За 50 И Шура Спасибо большое Только Это 10 только 10 Я ничем не могу Помочь Совсем и конечно Это causалось Ловушка лайки Что-то произошел Какой-то развод Короче, Widget speculate Поэтому я решила все-таки отправить ей еще алмазики Но она как-то объяснила, поддержала, в общем Спасибо ей большое за это А то ничего не понятно в этом вашем лайке Вообще ужас Так, пиарчик пошел Наш, мы делаем подписочку, лайкайте И 6 видео на новое видео И пишите комментарий Ой-ой-ой Это 18 Ой-ой-ой Как будто там что-то такое Прям уф Плюс детям не смотреть 550 человек увидели этот шедевр Боже, слава богу Ты нашла себе подружку-квадробершу? Ну сейчас что мы смеемся? Что за такого? Я не понимаю Ну, я проверила активчик И знаете, ну, отличное начало Я вам хочу сказать Лайки живые наконец появились Комменты и аж 19 подписчиков Ребят Начало положено, так что я пошла дальше искать активчик Серега, привет, пиар до сотку алмазов кидайте, а лучше 200 сразу Фига, за сотку, а лучше 200 Фига, за сотку, а лучше 200 Мне показалось просто, что она жует ее волосы Говорить феминизм не нужен Ну, пожалуйста Ну, я ему подарила скипетры Ой, Шура, спасибо Находим в батлике Масяню 50 лайков Масяне Делаем целью Масяне 7900 лайков Масяне Фига он посчитал 7900 лайков Тут у меня, конечно, начались вопросики Откуда в лайке столько однотипных стримов на активы сундучки И зачем они вообще все нужны? Шура, тебе сколько лет? Для того, чтобы донатили в эту помойку Я так скажу, на ютубе таких тоже хватало По крайней мере, раньше Сейчас не знаю Потому что по сравнению со всякими гачами Даже лайки еще та помойка Че, этот На днях экспериментируем и запускаем стрим Что оцениваем каналы Пиар за донат На ютубе Я боюсь, и не один И не сможет скрыть то, что мы пожилые Джи, я вот валю с работы Ты мне говорил про работу тестировщика Я думаю, что ты из программирования выберу Так как устал работать в таком диком ритме Сил нет Сижу, пытаюсь погрузить в изучение языка Python Пока что я, как Ольга Бузова Из мимного видоса, ничего не понимаю вообще Спасибо за донат, Магнус Я тебе поэтому и говорил про работу тестировщика Потому что тестировщику Не прям уж дохера надо знать в программировании Особенно для джун уровня Просто надо пройти курсы Нормальные И можно устроиться Андроид, на какой аудитории ты его бесплатно отпиаришь? Звучит как предложение снять ролик с андроидом на оранжевый ютуб Вульгарщина какая-то, я не согласен Только бесплатно Я вспомнил опять видео с этим С роботом Boston Dynamics Это так будет выглядеть, да? Да, конечно Андроида закатаем в скотч И я буду его толкать, а он на каблуках будет падать Какой скотч там был? Латекс У нас нет латекса Мы купим синюю изоленту и замотаем ей Почему для андроида можно? А? Шури сколько лет, не знаю Еще не смотрел Че? Это что? И зачем они вообще все нужны? Шура, тебе сколько лет? А? Шури сколько лет, не знаю Еще не смотрел Че? Я просто услышал сначала не Шури, а Фури Я такой, стоп, что? Это что, у меня получилось забайтить дядю на прямом эфире? Да может, официальный ведущий тебя сделаем? А вы что, продюсер? Ну, ребят Ну, кто бы мог подумать, что как ИИ Мне будет так легко находить свои первые рекламные контракты И сотрудничество, да Решила даже проверить аккаунт этого продюсера Хотя, вруди Я думаю, что у меня нет восьм Даже проверить аккаунт этого продюсера Рома Не, я думаю, Шуре нет в восемнадцати лет Это так неловко, когда обсуждают твой возраст Ну, я давай скорее писать, что я хочу быть ведущей Ну, шо, ну, шо сразу теряю контракт из-за своего возраста? Хочу быть ведущей С восемнадцати Шура делаем, с восемнадцати лет А, с восемнадцати лет делайте ведущей Ну, шо, все Вот это я прошляпила свой первый рекламный контракт Надо было делать ИИ восьмнадцатилетний Ну, я на всякий случай решила, конечно, спросить Что делают ведущие и сколько надо работать Что делают ведущие и сколько работают Тридцать часов в месяц надо вести эфиры Минимум Побегай по лайку, погляди, посмотри, че делают Побегала я по лайку, посмотрела То, что в вебкаме тоже квоту надо делать Не, ну, у стримов, допустим Не спрашивайте, откуда я это знаю Я просто это знаю У стримеров на контракте тоже есть определенное время, например Если есть какой-то там этот Баннер на Твиче или еще что-то У нас такого пока нет Но, если честно, провести тридцать часов стримов в месяц Это вообще абсолютное Абсолютное ничего В сравнении с тем, сколько мы стримим Мы живем только на ваши донаты и подписки И заказы видоса Спасибо вам, кстати, большое за это Вы можете подписаться на наш бусте Поболтаться в телеге В ВКшечке Вот На бусте много чего интересного Например, мы по аниме смотрим по четвергам И оно там все лежит А также доступ к видосам заранее Да, все, что я не смонтировал Все, что выйдет на канале На бусте уже лежит Ну, конечно, Black Flamber Буквально после смены Они все мокрые Ну, чуть позже расскажу вам Что там за работа такая К тому же продюсер попросил меня написать Что-то я пропедитис смотрела И то, что при обыске в его доме Нашли буквально где-то тысячу Флаконов детского масла Johnson's Baby Жесть Вопросики возникают А почему вот А, мазанулись тем, что он просто Закупился по акции А вопрос, почему детское масло Почему нет туалетная бумага, например Не знаю, может Люди обычно не закупают Тысячами бутылок Но, кстати, адвокат ему сказал Что там не тысяча Скажем так Там просто их много Ну, детское масло Наверное, можно использовать Для увлажнения кожи Нет Нет Тысячи бутылок Нахуя Понимаешь, там огромный Ванну с ними принимать Наста Там огромный Комната Заставленная Да, я понял Это пиздец Я, честно говоря, ожидал Что ты скажешь Не бутылки А что там бочки Со смазкой Ну Наверное, так и используется Погляди, посмотри Что делают Побегала я по лайку Посмотрела Ну, чуть позже расскажу вам Что там за работа такая К тому же Продюсер попросил меня Написать ему в ЛС Сейчас всё и узнаем Шура, лайкаем Подписываемся 6 лайков с подпиской Пока прибавилось Ооо, 30 человек подписалось На Шуру 30 человек Вау За 10 секунд Ну, ладно Такой пиар стоил Каждого алмаза, ребят Шуру, у неё уже почти 40 человек подписалось Сколько у него онлайн Я не пойму Где Где в этой проклятой соцсети увидеть онлайн вот там сверху что ли 1500 да вроде нет я не понимаю серьезно где эта цифра тут столько вот знаете стрим на лайки выглядит как стрим на твиче в 2015 да или наверное сейчас у какого-нибудь новичка который ребенок вот он начал стримить и он думает что вот он сейчас начнет стримить поставит там донатер месяца донатер максимальный там еще что-то еще всякие плашки всякую хуйню вот это вот просто забьет весь экран всяким говном и будет вот это чуть ли не казино это не казино какое-то на экране вот выглядит точно сука также писец короче там по итогу даже больше ста человек подписалась и после эфира мне написал конечно же тот самый продюсер привет я руслан привет а тебе сколько лет могу помочь стать официальный ведущий давай мне 13 но сестре 18 но я пытаюсь найти любой способ стать официальный ведущий но просто в лайки требуется подтверждение личности и официальным ведущим делаются в 17 лет а можете рассказать какие еще условия сколько платят я сестре передам может она станет ведущей нужно сидеть 30 часов в месяц и что тебе накидают подавать на вывод через официального дилера дилер и нет у них там дилеру бабу а сколько мне за это дадут но смотря какой план сделаешь короче ребят почти все стримы в лайки это стримы официальных ведущих и лайк почти каждому человеку платит процент с того что они заработают на этих стримах ну и конечно самая прибыльная работа это делать актив и батить всех на подписки за подарки потому что так дети тратят больше всего денег и да в основном дети принимают участие в таких стримах и донатят ну наверное это прикольно что ты можешь повысить себе актив и просмотры но по факту это не дает никакого натурального прироста и не дает тебе никаких реально заинтересованных твоем контенте подписчиков и аккаунт продолжать оставаться мертвым ну я же говорю это то же самое что на ю тубе вот это оцениваю каналы за лайки за подписку с донат и просто чтобы вы понимали такие стримы челы некоторые делали себе этот в витуберский аватар ставили его он там был зациклен повторялся повторял одну и ту же фразу и вот такой стрим мог идти там 24 часа сутками мог идти ну типа сказал два раза одно и тоже но вы меня поняли что не не там ни один день он мог идти и просто он крутится крутится люди туда заходят пишут хотя хочу пиар оцени каналы вот это все и донаты еще кидают и в итоге наверное когда-то этот канал приходит живой человек может что-то смотрит вот такое ощущение что это просто наедалово я пару раз такое видел я такой ёб твою налево просто вот с какими-то дополнительными красивыми цифрами а лайки натуральным образом продвигает только те самые трэш ролики которые у меня постоянно попадаются в рекомендации поэтому дети с обычными аккаунтами тратить деньги на чтобы хоть как-то продвинуться через эти стримы вот на такие развлечения это конечно дело каждого на что он хочет тратить деньги но маркетинговый план что-то какой-то шейди-шейди знаете ну такое себе ну хоть за подписчиков и лайки спасибо а так я посидела еще на этих эфирах и нашла всяких там забавных персонажей это просто жесть вае ой шурочка офигеть шура шура спасибо за гриф за два самоска офигеть шурочка если что шура я на спасибо спасибо тебе чмо а матвея хорошо он сбежал с ютуба 2012 года мне кажется он типа несколько раз имя повторилось чтобы типа это на именно к каунта ну да возможно так спасибо тебе чтобы Bh Osadla и было ни Subsidy что через него качану а матвее runs! он также тебе чмо! когда по телефону машинники звонят они очень быстро говорят что бы ты не мог не подумать не отлично и чтобы ты сделал все что не степосит они даже тебе спать не разрешаю отдавать и короче они вот так вот делают и ты вообще просто теряешь сознание и вообще не понимаешь что происходит хотя бы что они на говорится просто потому что вот такими быстрыми фразами говорят поэтому прямо сейчас понимали 새 суть что там надо скажем сейчас для ла в ст развор related по планету то этим переходите коммунито в telegram канал но короче вот такой способ оночем помогает лично привлечь внимание сделал так чтобы люди просто они думали их древней мозгу такое ключи они Они просто делают все, что ты хочешь. Вот, все, запоминайте, записывайте. Все, спасибо. Сейчас я взорву весь... А что было 10 секунд назад? А? Да. Нет, это просто, типа, реально. Много раз проговаривается одно и то же, чтобы оно тебе как-то запомнилось. Возможно, это как-то действительно работает. Ничего не могу сказать. Не пытался и не пробовал. Здесь этот Ментос. Коли, здесь все штуки Ментоса. Ребята, я сейчас взорву в этой Коле. Вы хотите прямо сейчас увидеть жесткий мегавзрыв? 4 секунды осталось до мегажесткого взрыва и мы взорвем весь Ментос, ребят. Это моя голова. Жесткий мегавзрыв. Я смотрю на эти эфиры, у меня жесткий мегавзрыв. Дорогие ребята, просто... Конечно, за... Это те самые эти эфиры, которые никогда, никогда, ни за что не начнут делать то, что они говорят. Да, 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 да. Я помню про чела, который там шарик должен был взрывать огроменный. Что он его буквально пару раз взорвал случайно. А, это баба в лайке, которую сама вот Атлеш покажу, которая червей там должна есть. Да, 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 да. Ну вот такое же говно. Жесткий мегавзрыв, я заплачу. Сколько скажете? Только, пожалуйста, не надо жесткими взрывами в голове. Здравия, через 4 секунды, спасибо большое, Шура. Через 4 секунды весь этот метод прямо сейчас залетает в эту полу, ребят. Зайдите прямо сейчас в 5-ти литровке из-под воды. Все на вторую монетку, Шура. Нажмите на плюс, подпишитесь. Шура, может быть, ты хочешь еще подписку? А вдруг где-то правда такие продаются. Ну вообще, 4 секунды, женщина, 4 секунды... Девочка. Короче, насрать, ведущая, ёпта. 4 секунды уже прошли 4 секунды назад, и до этого 4 секунды назад прошли 4 секунды назад. А 4 секунды назад, за 4 секунды назад прошли уже, блин, заебало. Какого хуя. Алмазик у меня тут осталось буквально 127 алмазов, и мы добили третью звездочку. Да, конечно, все, что хочешь, забирай все мои алмазы. Я уже дышать забываю, знаете, смотрю, вообще забываю дышать. Что самое страшное, я так много сидела на этих эфирах, что в какой-то момент они мне даже показались нормальными. Понимаю, что там происходит, так и осознаю, ага, ага, жесткий мегавзрыв. А в это время пиарчик уже от самого лайка начал работать, и я вам скажу, он принес свои плоды. В виде очень интересных людей у меня в комментариях, и в личных сообщениях тоже. Но, прежде чем мы к ним перейдем, я пыталась понять, чего мне хватает в этой жизни. Я уже начинаю бескушать. Я поняла, что мне не хватает внимания от бабушек. Вот как те, что были в комментариях под BTS. Мне очень хотелось найти таких бабушек, которые бы забатились на мой пост про Хён Джина. Я нашла двух продвинутых в музыке бабушек. Одна из них даже, походу, квадроберша. И она даже подписалась на меня. Но, к сожалению, они Хён Джина не узнали. Поэтому я пошла к той самой любимой бабушке, с которой у нас, знаете, такие отвергающие отношения. Нинель, моя хорошая, моя сладкая, боже. Как хорошо, что на новом аккаунте я от тебя не забанена, боже. Зачем заблокировала Бридж? Первое сообщение. Бридж, вы тут? Чё, ты как? Серьезно? Кто любит Бридж? Всего я поняла, наша бабуля, наша мама. Никакой пиар я не делаю. Да, причём, я так понимаю, Аля же не говорила, что она сейчас зайдёт на стрима. Так совпало просто. Поняла, наша бабуля, наша мама. Никакой пиар я не делаю. Жалко. Ну, ладно, пиар не делать, но хоть, может, это, БТС, слушай, тут стрейкиц. Муська спит. Илька тоже где-то отдыхает. Муська? Кто такая Муська? Моя кышка новая. Кышка? Котёнок. Кышка-Муська у нас новая появилась, покажите. Вот она, Муська, по деревьям как карабкается, смотрите. Обкашлим в опросе. Всё, Нинель шарит за AI, what? Нинель, вы что там принимаете? Ниночка под дозой. Сколько я у неё не спрашивала, про искусственный интеллект она мне так и не ответила. Не, я вам говорю, ребят, знаете, она давным-давно настроила и Ишку, чтобы она за неё вела эти эфиры. И дала ей промпты на базовые вопросы, потому что она отвечает всегда на одно и то же. Я здесь, оф-ведущая, зарабатываю зарплату каждый месяц. Ты чё, ради подарков сидишь? Так бы я часы с вами здесь сидела. Мне больше бы делать нечего. Ой, чё-то как-то непривет. Эти самые наивные дети, которые думают, что все стримеры, ютуберы и тиктокеры, тиктокеры, лайкеры, лайкеры, что все они это просто сидят за идею. То есть, что контентом человек занимается только за идею. Так работает только в начале, когда ты просто начинаешь и думаешь это попробовать. А когда проходит уже не один, и не два, и не три года, тебе как бы это может меньше или больше нравиться, но деньги в этом как бы не решающие. Но очень важный аспект, потому что, чтобы делать херовую тучу контента, надо как-то зарабатывать с этого контента. Иначе не получится делать много контента. Ну, я еще решила спросить, как она относится к квадроберам. Это как бы очень актуальный вопрос в наше время. Ну, а вообще зато она честно сказала. Людям же нравится честность. Супер лайки не нужны, у меня свои колом стоят. Ничего, колом стоят. Квадроберы это черти на четвереньках прыгают. Черти на четвереньках! Твой муж скоро будет падать с горшка. Это было предсказание? Или что? Раком, а тебе в сраку. Я еще не напилась, чтобы на четвереньках прыгать. А кто прыгает на четвереньках, ползает, тот пьет. Что-то я пропустила. Это вы про квадроберов? Да, про квадроберов. Ладно, я пошла отдыхать. Спать хочу. Неча с вами сидеть. За подарки спасибо, модераторам спасибо. До свидания. Вот так, ребят, даже искусственный интеллект должен когда-то отдыхать. Ну-у-у-у-у-у. Я весь день рыгаю, потому что мне надо идти лечить гастрит, походу. Но я пойду завтра лечить, что сори. Ну шо ж, на этом мои продвижения окончательно закончились. Я вам... Я не знаю. Ты что-то не замечал при обострении гастрита, чтобы было много газов. Ты не знаешь, что гастрит бывает другой. Возможно, у неё гастрит, наоборот, с пониженной кислотностью, по нём, да. А, да, бывает. Я не знал, что такое есть. Возможно. Я думал, может, просто она много насмеялась воздуха, наглоталась до газировочки, напилалась. Ну, скорее всего. Готова показать свои плоды. Оп, 470 уведомлений, ребята! Ой, какие тут у меня дяди. Фига. Смотрите, какие просмотры. В общем, лайки одобрил не все видео для продвижения. Но зато хотя бы на Хюнджине 8300. Нифига. Сюда. Кто-то со мной познакомился. КВД не люблю. КП тоже. Я парю. Хочусь в пятом классе. Не люблю Геншин. Паришь? Тут у нас парящий тут в пятом классе. Нифига себе. Я тоже. Да. Парю. Фига себе нашли парящего человека. Ещё в Роблокс сыграет. Вот так. Осторожнее. Думала подписаться, но после того, как узнала, что ты квадрокоптер, лучше не буду. Я тоже КВД и тоже учусь в шестом классе. Не квадроберша, но уважаю. Учусь в четвёртом, но должна быть в пятом. Не косплею, но хочу. Люблю Геншин и не парю. О, Геншин плеер? Фига. Я люблю Геншин импакт. О, Костя! Это, знаете, появился друг Костя. Отправил мне супер лайки. Вот так. Ну ладно, в общем, как-то друзей найти им получилось не очень много, но там зато Костя мне потом написал. Начать слушать Мию Бойко или бить тату? Мия Бойко, Мия Бойко. Вот так. Изгой. Начать слушать Мию Бойко. Я не хочу набить тату. Я не люблю их. А про квадрокоптера она сделала правильно. Ща ещё напишу. Кот от человека. Это человек. Не можно быть котом, когда ты человек. А кот не может быть человеком, когда он кот. Ай, блядь. Жесть какая. Потому что всё, моя смешная такая девочка маленькая, собачек постит. Ну, вот так забулили детей. Видите, теперь тоже других хейтят. Ладно. Опа, на Хёнжине 42 комментариии. Чё? Ржёт потому что представляет, что там за херню понаписали, небось. Ты туда? Girl, leave Хёнжин alone. No. Real, yeah, bro. Yep. Милота. Костя написал. Супер! Окей. А, ну все остальные комментарии, это с эфиров какая-то накруточка. Ну, эх, я ждала, что какая-нибудь бабушка напишет. Ну, ладно. Этот видосик тоже, к сожалению, не продвинулся у нас. Are you aetherian? Тоже все англоязычные написали. И какие-то романы. Эрик. Что ж, кто такой этот роман? Какой-то поляк. Все квадроберы и фанаты Геншина пишите в комменты. Будем знакомиться. Так, может тут хотя бы кто-то написал. Не КВД, но я играю в Геншин. Я КВД, но не играю в Геншин. Блин, пиздец, им так реально, так лень написать квадробер полностью, что они кожевен-диспансером подписываются. Походу. Я в ахуе. Что за экономщики времени подростковые сейчас? Ладно бы это, у меня после армии бзик на время появился. До армии я даже и не думал об этом. Проебую время и проебую. Ну, как вот эти вот, те, кто экономит буквы, пишут СПС. Ну да. Ну СПС это, типа, пошло с ММО-игр, где тебе быстро иногда надо написать, типа, КУ, СПС, поэтому ты и писала. Ну так это продолжение этой культуры. Ну ты же не играешь ни во что, когда пишешь в комментариях. Кто сказала? А-а-а. Окей, окей. Огусык! Шо, разделилась. Я фанат Геншина, и лови подписку. О-о-о, только она никто не подписалась. Сказала, что подпишешься, но никто не подписалась. Вот так, обидно. Генш! Да-да-да, это такое, все, дизлайк, отписка, фу, мне видео не понравилось, бла-бла-бла. Смотришь на следующем видео комментарии от этого же чела, все так же подписанный. Я такой, ну и хуй ты тут делаешь? А, андроид, там, там блохи просто. Геншин! Живу на второй раз и напишет про Геншин. Мне нравится быть КВД, но я не играю в Геншин. Мне не нравится. Я с тобой, снимай больше видео, молодец. Я тоже, Влад Лобби. Я КВД, но не играю в Геншин. Я в Геншин играю. Я анимешница, 54 аниме посмотрела и в Геншин играю. Фури! Да, вот эти блеющие смайлы какие-то. Что там пишут? What? Тоже англоговорящие это. Блевушки посылают. Вот так. Ну, как-то какие-то комментарии мы собрали. Ну, что мы собрали больше всего? Это, конечно же, очень странных персонажей. В общем, Костя мне написал. Привет, я Костя, красавица. Ка? Ха-ха-ха. Ээээ, да. Там я видел еще какие-то сокращения и долго не мог их понять. И такой, блядь, что ты имеешь в виду, человек? Потом разобрался. Костя, ты просто прелесть, ты красотка. Но больше всего мне понравилась наша переписка со Стасом. Общаемся? Пиши. Привет, давай общаться. Я Шура. Я Стас. Лет тебе. Откуда ты? Вот так, напрямую. А чего ты капсум пишешь? Ругаешься, что ли? Мне 13, а тебе? Не скажу, где живу, это секрет. А какие секреты ты знаешь? У него очень интересный профиль, где он пишет. Саморазвитие мистика. Могу многому научить. Знаю много секретов разных. Мне 19, но мне пишут с 10 и даже 8 лет. Я мистик и философ, и поэт, и веган. И знаю много секретов. Хуя себе какой мудрый в 19-то лет. Я не знаю, что это за сокращение, Гусь. Для меня ТП это просто тупая пизда. Ну вообще ТП это и тому подобное. Ну и ТДТП обычно пишут. Ну да. А не просто ТП. Ну или ИТД, чтобы было понятней. ТП, по-моему, реже используют. А уже боюсь. Ого, а какой самый страшный секрет, который ты знаешь? Их тоже не один. И почему 10 и 8 лет пишут? Ты помогаешь с домашкой? Ну а что, зачем еще им писать? Они просят их учить некоторым вещам. Кто на него подписан? Они всякие дети на него подписаны. В меня два варианта общения с девушками. Ты идешь мне навстречу немного, и я тоже тебе. А если ты мне все, то и я тебе все. Выбирай. Вот так. Не стесняется. Хорошо, я иду навстречу. Что надо? Какой вариант? Первый или второй? Ну первый. Как хочешь. Но это только слабые секреты. Почти обычное общение. А как второй будет? Ну это как дружба и больше. Если не слабо. Ответь. Если нет, то мне придется уйти. Желающий есть всегда. Думай и пиши, как хочешь. Надумаешь, пиши. Только не опоздай. Пока. Вот так тоже продам. Ебать он давит. Это, скорее всего, было придумано не для сокращения письма, а для сокращения телеграм. Как и ТЧК, и вот это все. Ну, ТЧК, это вот дело в том, что эти вот ТЧК и прочие просто нет, не было этих знаков припинания. Это другое. А и ТД, и ТП придумали для сокращения при машинке, ну, когда на машинке печатают. Мне казалось просто, что тоже при телеграммах, потому что они же там тоже имеют ограничения по символам вроде. Имеют. Но ТЧК, это точка. Да я знаю, я имею в виду, что и ТД, и ТП, и ТЧК, и вот это все. Ну, там это не используется, потому что там максимальное, там минимальное количество слов используется обычно. Ну, ладно. Давливает, как на эфирах, в лайке. Да, 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 все. Не думай, не думай. Блин, я опоздала? Или Си, это Этсетера. Это, собственно, из латинского языка. Точно так же, как Пи-Эс, постскрипт. Еще нет. Ты согласна? Наш дружбу и больше. Ты или пиши, или я уйду совсем. Зачем пишешь и потом не отвечаешь? Пока. Я там спать пошла просто. А что значит? А у бедного чела жопа сгорела, потому что она спать пошла. Да, бывают такие чела, ты, короче, даже пишешь, типа, пока спокойно ночью. Было у меня такое. А, допустим, сообщение не отправилось, например. Или ты просто пишешь, что, ну да, спокойно ночью все, и человек просто это игнорирует. Начинает писать. Ты просыпаешься, смотришь, а там простыни. Простыни те, кстати, а уже обвинили во всех смертных грехах, сожгли на костре без своего ведома. Это дружба и больше. Я в школу ходила, мне рано спать надо. Придупреждать надо. Ну, это друг и парень в одном лице. Ты согласна? Ответь. Очень настырный мужчина. Ого, ну... Ты же говорил, что ты чуть что съебешься. Почему ты все еще здесь? Как грится. Мы же только вчера познакомились. А что парень должен делать? А в тебя что, не было парней? Нет, мне же 13. А ты вообще-то хочешь парня? Ну, не знаю, зачем мне это. А ты хочешь парня? Че, он только про парни-то, про парни, ну спросить-то надо. Я же сам парень. А, хорошо, ну я уточнил на всякий. Я знаю девок, которые имеют парней с 10 лет. Ой, не думаю, что это здоровые отношения. Откуда ты? Ну, обычно у 10-летних парни тоже 10-летние. Ну, там может... Обычно у 10-летних парни воображаемые. Ну, и такое бывает. Нет, да, я просто понимаю, что 10-летки, 13-летки, они могут просто-напросто, типа, у них могут быть отношеньки, типа, и они будут максимально там чмокаться и обнимакаться. Между 10-летними и 13-летними целая бездна в 3 года. Нет, я к тому, что от 10 до 13, со своими одногодками, я имею в виду... А так, да, девочки-то обычно могут там на пару годиков постарше парня присматривать, там, 12-летнего, например, да? 10-летки любят Егора Крита, он что, критует по КДш? Женщина, я не критую. Ты их знаешь. А ты думай, хочешь со мной дружить и больше? А мне-то зачем? Какие плюсы? Будешь умнее раз в 10. И будешь подготовленный к любовным делам. Ну, раз ради науки, ребят, раз буду умнее, то почему бы и нет? Ради знаний давай. Поделишься знаниями? Ты будешь моим другом и больше, то, конечно, поделюсь и буду тебя всему учить. Ты мне все, и я тебе все. Что? Идет по манипуляторам, замечаете, да, вот эти вот штучки? Ну, я прям их чувствую всю переписку. И как девушка тоже. Кроме кекса, если не хочешь. Или хочешь. Ну, как сильная девушка, конечно, я смогу защитить, смогу водить в кафе и даже заполнять документы какие-нибудь. Ну, в 13 лет и, и, может, все. Я о любовных делах. Ты сможешь это делать? Ответь. Ответь. Бляяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя. Я уже перестала ему отвечать. Куда пропала? Я же тебя просил предупреждать, если ты уходишь куда-то. Это вы... Пиздец. Вот это, блин, как будто ему там не 19 лет, а тоже 13, и он не умеет в терпение вообще. Просто такой, только написал всё, ему даже должны сразу же ответить. Это выглядит как-то не по-дружески. Да-да-да. У меня иммунитет к этим кончам, которые пишут людям, потому что я это... И томпо начитался, там таких достаточно. Они буквально не отличаются никак. То есть вот этот 19-летний пишет 13-летний, а там 50-летний пишет 25-летний. И ни черта не отличается, по сути. Ничего не меняется. Это не по-дружески. А что ты для меня дружеского сделал? Я просто обиделась. Решила в него тоже кинуть эту манипуляцию, да. Начал делиться инфой, которую мало кто знает. А я тебя ничем не обидел. Где ты поделился инфой? То что ты мне делаешь, то я уйду. Желаю еще есть всегда. Ты или говори да, или нет, определись. Я до тебя уже что-то делаю, а ты ничего вообще. И еще меня в чем-то упрекаешь. Как будто я тебе что-то должен. Тут скотиняка. Чувствуете, да? Я вообще в шоке. Вот так. Вот такие люди встречаются. Ты пока в меня ничего не заслужила. Я сделал свой первый шаг, поделившись инфой. Какой там, блядь, он инфой поделился? Что такое твоя важная инфа? Где она? Очередь. Жду ответа. Что-то с ним так сложно, честно. Он ничего прямо не говорит. Но я решила прямо и спросить. Ты расскажи лучше, что надо делать, как девушка для парня. Ты что, не знаешь, что делают, когда встречаются? Нет. Встречаются. Что еще? Ну ты же не в лесу живешь и смотришь фильмы о любви. И девки рассказывают. Ну ты как минимум знаешь, что они обнимаются и целуются даже больше. Знаешь же? А на расстоянии обмениваются фото обычными и необычными. Видимо шлют какие-то фотки НЛО и делятся новостями из мира конспирологов. Тебе должны были в сетях, парни, предлагать это. Из мира квадробер. Ответь. В смысле должны были? Ответь. Это что, какие-то правила уже? Ну, фотки носков максимум, что я могу отправить. Я не знаю, что я игнорю, а ты реакция на меня все равно. Не жмакаешь, и я такая тебе модная. Ответь! Ты гуся пародировать что ли будешь? Который присылает что-то и такой... Вы не все отреагировали на это? Обратите на меня внимание. И ты по-прежнему не предупреждаешь меня о своем уходе из сети. И что голову морочила? Хочу-то, хочу, писала. А оказалось, что слабо. А жаль. Но дело твое. Пока. Продолжает и продолжает. Стас, гудбай. Нам такое не надо. Какой ты Попов Александр. Привет. Как дела у тебя? Привет, отлично. А у тебя все хорошо? Знаешь, что ты красивая очень сильно. Спасибо большое. Очень приятно. Я тебя люблю очень сильно. Ух ты, уже так быстро? А я тебя не знаю совсем. Расскажи о себе. Ну, у меня работа. Я умею готовить, убираться. Прямо все могу. Так это ж он магию тоже умеет, наверное. И предметы двигать силой мысли. И видео снимать тоже, наверное. И на всех языках, наверное, говорить умеет тоже. Любовь. Я хочу жениться на тебя. Ты веришь в любовь с первого взгляда? Да. А я атеистка. А у тебя есть парень? Просто спрашиваю. У него фоток оказалось, что нет. Тут только написано. Мне двадцать пять. Ну, вот что. Теперь я хочу. Теперь я хочу. Придется сгенерировать Геральта из Ривии, да? Который ей сумочек приносит. Зачем? А, я понял, о чем ты. Не понял, а потом понял. А я думал просто-напросто заплатить ему, чтобы он, это, ебак ебаных поубивал. Что это работа для ведьмака. А ты, ебаных поубивалям имеешь в виду тех, кто им личку пишет? Да. Да, но Геральта на них всех не хватит. Да это уже переработки. У меня их много. Есть Леша из шестого Б, Олег из седьмого А, Дима из пятого А. Ну, это по приколу, но чисто. А самый крутой, конечно, Димит из десятого З. Чистяще кого забайтим. А, понятно, это хорошо. А ты какого город живешь? Я живу в Темрюке, а ты? Его это не чуточку не смутило. Ого. Ох уж, это прекрасная привычка писать чуть ли не по одному символу в строчке. Но напиши ты просто одним сообщением. Ну, я иногда пишу по слову в сообщении, потому что мне надо, чтобы было в столбик. Или когда это последовательная эмоциональная реакция. Ну да, ну, блин, обычно, знаешь, типа, а, и это уже одно сообщение. Ты такой, а потом сразу же следует следующее. Ты такой, да какого хрена? Типа, иногда это уместно, но в этом случае это хуйня какая-то, по-моему. О, а я в Мемрюке. Интересно, мы рядом. Сори. Правда, хорошо, ты тоже хочешь быть парнем, но у тебя есть парень. И что, будто у тебя нет. У меня девушки нет. Но у меня тоже нет девушки. Значит, у нас двоих только парни. Это не писал писать. Ну шо ж, слава богу, хоть никто свои фотки не отправлял, вот что успокаивает. Ну шо ж. Я была очень рада испытать эту теорию мертвого интернета на себе. Но что меня радует, никто не догадался, что лицо на всех видео это дипфейк. Так что в какой-то степени можно сказать, что эксперимент удался. Может быть, я... А я думаю, что не так, блядь? Я обожаю дипфейки с мистером Бистом. Даже могу его продолжить. С кем-то переписываться с этого аккаунта. Только, пожалуйста, Нинель меня не палите, а то она меня опять в банкинет. А я на ее эфир хочу заходить еще, так что не могу без нее. У меня уже стало часть... Мои дочитали на Guilty Pleasure, да? Походу. Мои души. В общем, если вам понравился видосик и вы не бот, ставьте лайк. Подписывайтесь обязательно на канал. Хорошего вам вечера. Спасибо вам большое за просмотр. Всем тимок. Весело, интересно и удачно вышло. Поэтому посмотрели буквально сразу. Класс. Да.